Ой, друзья, у меня тоже уже бегут мурашки по коже. Хлопай, чтоб мне тоже побежали, Маша. Подожди, не в это время, не по сценарию. Миша, работаем по сценарию. Как договаривались? Оказывается, есть сценарий. Есть, в моей голове всегда он имеется, в отличие от некоторых. Друзья, сегодня у нас будет необычный вечерний эфир. Сегодня у нас будет кинематографический, да. И поэтому хлопушку вы сейчас видите в моих руках, потому что гость у нас сегодня, знаешь ли, тоже необычный. Сегодня к нам пришел Андрей Крыжний, который актер, звезда сериала «Физрук» и «Чернобыль. Зона оттверждения». Снято! Еще пока не снято. Мотор, да, как говорят, камера, мотор. Мотор, заходи. Андрей. Заходи, мотор. Мы тебя ждем. Снято мы скажем в конце программы. Привет. Давай обнимание и целование. Привет, привет. Все, все, меня нужно не целовать. Я тебя не хотел. Не целует. Андрей, присаживайся на этот чудо-стул, чудо-трон, как в сказке. Огонь, огонь. Как тебе у нас в студии, скажи? Слушайте, прикольно. Очень прикольно. Как у тебя настроение? Настроение сейчас получше стало. Вот я к вам зашел, вот такое какое-то было, оно непонятное. А я, главное, тебе еще говорю, Андрей, сегодня будем говорить про юмор. О юморе ты такой. Да, о юморе. Как раз вовремя. Ну ладно, ты же с юмором на короткой ноге, правильно? Ты же человек вообще. У меня подросла, что ты сегодня нога, и я никак не могу. Я знаю, что ты тоже рак. Так же, как и я. Да, и лев. Ну я рак и лев. А, ты рак и лев. У тебя скоро день рождения. Да. У меня тоже. Ну разница, знаешь в чем, знаешь в чем разница, что тебе все-таки будет 27, правильно? А Маше нет. Давай без этого, Михаил. Нет, я к тому, что мы раки, все люди очень веселые. У меня 20 июля. А, у меня 22. Ну вот, я же говорю, я подготовилась, я все про тебя знаю, и тебе редко меня не устраиваться. Да, и не только Маша. Андрей, смотри, сразу погрузим тебя в нашу тему, дело и так далее. Мы всегда в вечернем эфире с гостем узнаем, как научиться относиться к жизни с юмором. Может быть, у тебя есть какой-то секретик, которым ты хочешь поделиться с нами? Надо почаще отдыхать, мне кажется. Почаще отдыхать, но не забывать работать обязательно. Чтобы потом на это отдыхать. Когда много отдыхаешь, да, забываешь работать, юмор куда-то уходит, и приходится много работать. Надо как-то... Ну давай, давай разбирать... Соблюдать баланс. Соблюдать баланс. Секрет, насколько все это. Когда я договаривался с Андреем, чтобы он пришел, у меня были звонки в Барселону, понимаешь? Я говорю, Андрей, ты как? Он говорит, Мишаня, я в Барселоне. То есть тебе сегодняшний день дорого обошелся, да? Да, да. Что ты делал в Барселоне? Расскажи, с кем ты был, с кем ты ездил, как долго, что там вообще тебе понравилось? В Барселоне летал один, хотел посмотреть Барселону, не был там никогда. Я вообще всегда летаю в Азию. Ну, был в 7 лет когда-то. Я всегда летаю в Азию и решил в Европу полететь. Мне дико не понравилось вообще. В Барселоне? Вообще мне не понравилось. Так, подожди, мне кажется, ты посетил какие-то не те заведения, которые надо было посетить. Нет, там в любых заведениях, там очень грязно, безумно грязно. Вечером просто выезжают бронзбойды, моют все эти улицы грязнющие. В общем, грязно, скучно, неинтересно. Испанцев уже таких прям, чтобы... Атмосферы никакой я не почувствовал, как, например, в Азии или где-то, какую-то атмосферу в Испании. Подожди, а музей Сальвадор-Дали? Ну, во-первых, он далеко от Барселоны. Я туда не поехал, и я думал, что там было бы то же самое, что, например, в парке Гауди или в Порт-Авентуру. А, ну то есть вот эти места, которые ты называешь, ты был. В Порт-Авентуру тебя не впечатлил. Ты был в парке покруче? Ну, прикольно было. Ну, типа, ты сначала час стоишь на горку, которая проезжает 30 секунд. А, у тебя не было этого вип-браслетика, да? Ну, вип-браслетик они стоят тоже. Места тоже есть вип-очередь. Ну, полчаса, да, чуть меньше. Поэтому, типа, не знаю, там в Феррари парк, вот в Феррари надо было сходить. О, но ты не сходил. Там горка есть, крутая, очень вообще прям, прям вообще-очень. Ну, вот все места, которые ты назвал, я там была. Поэтому я примерно понимаю, о чем ты говоришь, но вот Феррари парк, к сожалению, не видел. Я вижу, как, знаешь, с тебя пять минут после начала нашего сегодняшнего эфира в шесть часов вечера улыбка ушла у Маши с лица, но знаешь, ты все места оскорбил, понимаешь? Это должны быть святые места для этой святой женщины. Нет, лучше Бали. Я за Бали. Я за Бали, я за Азию, за... За сказочное, да? Конечно, за Куту. А вот мне, скажи последнее, вот я тебе, как любитель западного полушария, могу посоветовать? Хочешь посмотреть настоящую Испанию? Латинская Америка, езжай. Вот я вот еще хочу, да. Аргентина, Бразилия, да даже Куба, вот туда-то надо направить. Бразилия, говорит, тоже. Ой, сейчас будем за кадром обязательно об этом говорить, друзья. Послушаем музыку, вернемся, погружаемся. Ну что ж, друзья, раз я на коленях перед камерой, значит, я решил чуть-чуть размяться, поработать чуть-чуть вниз за моим левым плечом. Маш новая посередине кадра, конечно же, я Майк Войс, и, конечно же, у нас наш гость на нашем троне, как всегда, Андрей Крыжний. Снимаем. Снимаем, Андрей. Да. Начали уже с тобой говорить о путешествиях, о приключениях. А есть ли, например, какое-то место, страна, которая вот впечатлила, поразила тебя вообще больше всего? Да, страна ЭПМ, спасибо. Страна ЭПМ, прекрасно. Ну, конечно же, Бали, я же говорю, Бали, Бали. Я туда летаю еще 100 год подряд. Ого! 6 лет подряд. Не надоедает? Я вот просто удивляюсь тем людям, которые в одно и то же место ездят. Нет, в этом году прилетел, думаю, нет, ну в следующий раз уже перебор, уже надо поменять. Да, я так про жену иногда думал, вот тоже, 6 лет, вот и... Уже надо поменять, думаю. Блин, это все на свете. Ну, да, ну смотри, там одна и та же еда, одни и те же пляжи, одни и те же места. Я про Бали, я про те же места. Ну, а за 6 лет, представляешь, я даже одну четверть всего, что там есть, не посмотрел. Хотя я в этот раз наездил на байке, например, 1800 километров за месяц. Слушай... А ты здесь гоняешь? Нет. Почему? Нет. Нет. Я люблю жить просто очень. Понятно. Смотри, я знаю, что все актеры, то есть, ну, вы когда учитесь, тогда у тебя же высшее как раз-таки актерское образование, у вас есть как бы такой тренинг, как наблюдательность, правильно? Ну, наблюдение за людьми, за животными. Наблюдение, актерский тренинг и так далее. А я вот думаю, чтобы развивать этот актерский тренинг, надо же в разных местах быть, там же разные люди. То есть это же, ну, расширяет твой кругозор. Ну, и да, и да, и да. Ну, оно, по-моему, постоянно расширяется. У нас и здесь, вот сейчас у нас FIFA, правда, все приехали. Ну, да. Ну, да, это обратная история. А вообще, вот я вот скажу, как человек из 21 века, вообще интернет есть, можно вот... Да, интернет... А, в принципе, никуда не выезжать. Вообще-то за диваном можно не сходить. Ну, слушай, нет, я вот против такого. А ты, кстати, за вот интернету, что сидеть, залипать, и только в интернете никакого реального. Да нет, на самом деле, я так, я вообще не смотрю телевизор, на самом деле, вообще. У меня даже ноутбук открывается, только если перекинуть файлы с камеры туда. Ага. И все. И все. Иногда что-то в Ютубе смотрю, и то я прям неярый фанат каких-то там очень известных там ребят. Хотя мы делаем свой канал уже года три. Рассказывай. Я года три уже делаю этот канал, это невозможно. Сначала мы делали там с одним человеком, мы кучу материала крутого отсняли, он забил на это все. Подожди, как называется этот канал, о чем он для начала? Никак пока, я ничего не скажу, потому что... Название ничего? Он был один, потом я переделал, сейчас я сделал новый, и я пока жду, мне нужен срочно ноутбук. О, кстати, вы сказали что-то, донатите мне ноутбук. Так, так. Мне нужен срочно ноутбук, я не могу, я уже сам сказал, я сам буду монтировать, я не могу дождаться сейчас. Купить надо ноутбук просто и все. Материала куча, камеры все крутые. То есть ты будешь таким заядным блогером? У меня будет история про путешествия, как есть такой Колдер или Ауарос, есть такие истории. Они делают просто клипы красивые с каким-то текстом вне его, вот такого формата я хочу делать, попробовать. Это не типа программы Орел и Решка? Нет, у нас вообще была куча, ей был проект под пародию на программу Орла и Решки, до сих пор она очень смешная, я считаю. Пародия? Я вам потом скажу, как будет название, не хочу я его выдавать. Это можно найти в интернете будет. Выдавать? Возможно, я себя доделаю уже в итоге, если у меня ноутбук появится. То есть что это будет? Нет, Андрей, давай смотри, вот чтобы доделать, ты должен сам себя смотивировать. Давай мы сейчас нашим зрителям, слушайте, пообещаем, что ровно через неделю. Дайте мне, Андрей, а не важно. Ну смотри, главное загореться, а у тебя есть такая мысль материальна? Нет, если я возьму какой-нибудь один, в принципе. Он со столом идет в комплекте. Давайте крест со столом, у меня стол еще плохой. Да, вообще, стол нормально будет. Нормально все. Смотри, а вот ты сказал, что ты не смотришь телевизор. Подожди, а свои роли разве ты не пересматриваешь? Вот ты снялся в сериале «Пиз рук», например, и тут раз каждый день. Нет, когда шло, я смотрел. Но я смотрел не как зритель, как ошибки, там, что не так, что то, что не то. Или на других, как они сыграли. Тут не дотянул, тут переиграл. Ну каждый друг на друга смотрит всегда, в любом случае. Даже на площадке, когда ты играешь, ты видишь какие-то моменты, в любом случае. Вот давайте тогда сейчас посмотрим на ошибки. Может быть, как раз в музыкальном клипе они будут. Мы сейчас все за кадром разберем. Давайте, будьте внимательны. Ну какая весна, лето уже на дворе. Лето, Маша, лето. И я даже знаю, что сейчас случится и приключится. Сегодня у нас в гостях Андрей Крыжний и актер. Абсолютно верно. Да, звезда сериалов «Физ рук». Абсолютно верно. Чернобыль, зона отчуждения. Легко ли быть молодым? Друзья, на самом деле, маленькое лирическое выступление сделаю я. На 20 секунд, прям быстро-быстро. Мы вас учили. Мы вас, вы знаете, приучали, что 18-20, у нас большой футбол. Но сегодня его не будет по объективной причине, потому что у нас матчи стартуют только завтра. Завтра у нас будут играть первый четвертьфинал, послезавтра уже там все остальное. И мы, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня отдыхаем. Завтра отдыхаем, а потом с новыми силами. Также 8-45, 18-20 в погоне за медалями футбольными, на которых изображена Маша. И, собственно, за поедкой в Грецию со мной. Ребята, будьте с нами. Маша, щелкай. Вот я тебя уже отобью. Ура, наконец-то. Все, тему футбола. А что за прогрессию? Вот человек заинтересовался. Давай вкратце расскажу. У нас проходит конкурс «Большой футбол» называется. И любой слушатель, зритель, гость, вы можете зайти на наш сайт страна.фм, оставить там свой прогноз ближайшего матча. И, собственно, выиграть сначала серебряную памятную медаль с изображением футболиста, а потом выиграть путешествие на двоих в Грецию. Все просто. Ага. Ты был в Греции? Мы потом поговорим с вами. Да, да, обязательно. Как бы выиграть у меня эта поездка? Как бы выиграть у меня эта поездка? Как бы выиграть у меня эта поездка? Все, друзья, я предлагаю сразу же погрузиться тогда в актерскую тематику. Мы на этом, собственно, и закончили. Очень-очень интересно. Расскажи, ты с детства понял, что ты хочешь стать актером. Как твои родители отнеслись к этому вообще призванию, к этой деятельности? Был ли они за или наоборот отговаривали тебя? Ну, меня все не мешали, короче. То, что я... Я в пятом классе слушал Ленинград. Вот эти... Родители моих друзей запрещали со мной общаться. Потому что у меня был сектор газа, Ленинград. В общем, матерные песни слушают, хулиган, ужас. Пил водку? Нет, водку не пил еще пока там, по-моему. Так. Не равняй всех по себе, Михаил. Покурил за школу я. Нет, покурил лет 13, наверное. Но ты такой хулиганистый был, пацан. Да, вот. А родители не мешали, они говорили, это твой выбор. И поэтому не мешали, в принципе, во всем поддерживали. И в институт. Я сказал, что в актерский. Давай пробы поддержали. И ты поступил? Я поступил в Щуку. В Щукинский театр. С первого раза, скажи. Или были несколько попыток? С первого раза. К Галибину. Это курс при театре был сначала. А, круто. При театре с Дениславского. Вот. А потом он ушел, его выгнали. Он ушел от нас. И у нас осталась Павленкова Наталья Николаевна. Которая нас обучала изначально, в принципе. И под ее начинаниями мы выпустились. Ну смотри, я знаю, что многие студенты, еще когда учатся, уже сразу же принимают участие в различных съемках, ходят на кастинги. Вот как у вас это? Приветствовалось? Или же наоборот вас ругали за это? До третьего курса нельзя вообще ничего. Нигде участвовать? Ничего нельзя. Но там у кого-то, например, Вася Степанов, который играл в «Острове». Мы же тоже учились на одном потоке. Ну то есть он был на «Острове». Он до этого заключил уже контракт, и ему пришлось сняться. И он очень сильно пропустил, ну, типа, обучение. Был там на академах. Но закончил в итоге. Он закончил вроде как, да. Вот. Кто-то там тоже так же его брали, и уже ничего не сделаешь. Какие-то худруки, типа, помогали специально. То есть договаривались к князеву с нашим ректором. Говорили, нет, вот он будет с ним. Вот я хочу, чтобы... То есть все индивидуально. Но в основном первый-второй курс никто не снимался. Но, смотрите, друзья, да, кто еще стал таким же мегаизвестным, популярным, успешным, узнаем сразу же после музыкальной паузы. Поэтому никуда не уходите, оставайтесь с нами. Все правильно, наш канал один на всю страну. Такой единственный и уникальный. Но в этой студии мы сегодня с Михаилом не в одиночестве. К нам в гости пришел замечательный актер, звезда сериала «Фьюзрук» Андрей Крыжний. Всем привет! 3, 2, 1, мотор, поехали. Сцена номер 3. 3. Да. Ну смотри, мы в прошлом выходе уже затронули тему твоего обучения. И вот реально интересно, многие ли твои однокурсники сразу же там после выпуска или, может быть, в процессе, когда учились, сразу же стали востребованными актерами? Как? Ну, кто как, но у нас очень много, кто поступил в театр. Ага. Вот. Но вообще, в принципе, мы же, «Щука» такой единственный институт, где все учатся со всеми, со всеми педагогами, со всеми учениками. То есть мы можем взять на самостоятельные отрывки любого ученика, там, в четвертого курса. А, вот оно. И мы друг с другом всегда обмениваемся опытом таким образом. То есть у нас, например, в потоке, и первый курс всегда обслуживает спектакль четвертого курса. Ну, понятно. А четвертый курс возвращается потом, уже выпустившись, когда мы выпускаемся, и обслуживает наш спектакль. Все, понятно. Ну, смотри, ну, это все равно внутри такая история. И у нас, я к чему веду, Ирка, Ирка Горбачева, она, у нас был наш четвертый курс. Очень много талантовых людей. С моего потока именно выстрелили, наверное, мало. Но вообще-то я смотрю... Ну, ты это... Да, я, да, я. Да и все, собственно. Не, ну, очень много, кто в очень хороших театрах, очень много, кто сейчас будет стрелять в кино. Вот сейчас начинает, я просто смотрю. Очень хорошая работа. Вот, популярность, это же не самое главное. Самое главное, качество, качественное кино. Ну, конечно. Правда? Я не очень, типа, рад тому, что я стал популярной, там, физурка, но у меня уменьшилось количество ролей. Серьезно. Ну, не скромничай. Нет, серьезно. Я до этого снимался, там, у Буслова, у Урсулика, там, да, очень много было в Кастников и проб к Бекпамбетову, к Бондарчуку. А сейчас вообще этого нету почти. То есть, ну... А какая связь? Ты стал заложником некого персонажа? Нет, стал, да, и заложником персонажа, и это такой попсовенький проект, на самом-то деле, да, он очень популярный, прикольный, но такой, если бы это было, ну, то есть, это немножко меня повернуло не туда, я, конечно, выровняюсь этой истории, но... Ну, смотри, но тебе все равно довелось поучаствовать, посниматься с очень крутыми актерами, личностями, персонажами. Как тебе работалось на одной съемочной площадке с Дмитрием Нагиевым? Ну, реально, ну, интересно. Я не стал задавать этот вопрос, я стал твоим. А вы, может, обсуждали уже между собой? Нет, я про себя обсудил, я думаю, вот сейчас задам их, как всегда, 20... Ну, расскажи нам в сотый раз, давай. Класс. Все, спасибо огромное, а это вам мои требования. Класс, это было классно. А вот, смотри, у меня сейчас будет вопрос, наивняк полный, конечно, ну, интересно, я не оканчивал никаких, вот у меня с Машей режиссер, ты актер, я так просто международник, чиновник, не более того, с двумя языками. Андрей, смотри, какой вопрос. Ты рассказывал про человека, который учился, и нигде ему нельзя было играть, у него был контракт, он должен был сыграть только в проекте «Остров», правильно, когда он только поступил? Да, но не совсем так было. Я к тому, что нам нельзя было играть до третьего курса официально. Но при этом он играл, правильно? Да. И вот тут-то вопрос, а много ли вообще людей, которые без всякого театрального образования, которые вообще из смежных, да даже не смежных, вообще из другого мира попадают в мир кино, в мир театра, и тут становится вопрос, вот человек еще не начал даже учиться, а уже где-то снимался? Ну, мало таких историй. Это дар? Нет, таких историй мало. Нет, но если говорить конкретно про Басио Степанова, у него, как называется-то, господи, ну, у него его актерская просто форма, он очень красивый, он высокий парень, красивый, и просто каждый режиссер его снимает по-разному. Бондарчуку в тот момент нужен был просто герой для его фильма, вот именно такой. То есть кто-то из режиссеров не смотрит на актерские таланты, как, например, Бондарчук, очень часто я на пробах это вижу. Ну, то есть они смотрят картинку, им нужен определенный типаж, как бы, да, а все на площадке, они же сами сделают из него, слепят, что надо. А, понятно. Вот, а кто-то наоборот, например, Суляк, он именно разговаривает с людьми, он даже не проводит пробу, он садится, разговаривает с тобой, после этого тебя либо берет, либо не берет на кино. И очень долго с тобой работает на площадке и так далее, и так далее, и так далее. Слушай, а вот ты говоришь, ты постоянно кастинги, пробы, это такая бесконечная канитель, а есть, не знаю, какой-нибудь такой вот общий совет или какие-нибудь там три золотых правила? Как научиться проходить эти пробы и кастинги? Или это вообще не нужны эти... Очень важно для Маши, подскажи все-таки, подскажи. Или не нужны умения, вот, либо ты попадаешь, либо нет, Лобраз. Высшее театральное заведение, хорошо там учиться, четыре года. Говоришь, как же учительница. И все, ну, и все. На одни пятерки. Нет, ну не на пятерки, просто быть в тонусе, быть в отличном физической, эмоциональной форме, актерской. Ты дома себя как-то готовишь? Фигачить, просто не бояться фигачить, приходить и, ну, я не скажу, удивлять, удивлять. Удивлять, ну вот. Не удивлять, будьте собой и, как бы, профессионально... Я, например, никогда ничего не... Я удивлял по-другому. Я удивлял тем, что профессионально просто фигачил по школе, которую мне дали. И все. И за полгода я фигачил, признал, что в тот момент я максимально, как бы, собран. Это после выпуска, правильно, сразу произошло? Да, и я за полгода, там, пять или шесть ролей своих, почти все, ну, большинство из главных. Это везде был гигантский кастинг, правильно, Андрей? Везде. Или сразу где-то тебя пригласили конкретно? Нет, ну я знаю, что вообще, я знаю, что на физрук мне этот... Так. Меня взяли из «Легко любить молодым». Меня просто увидели на канале, вот, и сказали, но мне об этом никто ничего не сказал. Меня пригласили на пробы, я отыграл, ну, на кастинг, я, значит, отыграл пробные. Пробы пробные были, короче, с человеком. Я там сыграл, значит, какую-то сцену, как обычно, вот, и все. Но, оказывается, мне говорили, что уже это было решено, что, типа, я должен быть. А, ну, круто. Я знаю, что для этой роли тебе пришлось даже набрать несколько килограммов. Я до сих пор не могу скинуть их. 13, если быть точным, да? 13 килограммов. Ну, там было даже больше, на самом деле. Ну, да, вначале 13, это потом в итоге я сейчас набрал, ну, не знаю, 15 точно, но сейчас я скинул 10. Очень сложно, короче, сбился режим, потому что тогда, когда был режим, потом сбился режим, и с тем, что популярность, с тем, что то, все, всякие открытия, закрытия ресторанов. Все время ел, ел, заедал. Да, и когда ты сбиваешь свою диету, все, уже очень сложно все это вернуть обратно. Но вот сейчас последние три месяца я фигачил. А у тебя диета? Ну, я сейчас диету, вот на месяц я ее прерывал. Я в основном сейчас у меня занятия. Я вот три месяца каждый день фигачил в зале. И сейчас на месяц из-за того, что я улетал, я все это у меня опять, все неправильно. Дорогие друзья, ну что, сейчас 37 минут 6.37, и на сейчас время делать подход Андрею. Поэтому сейчас послушаем музыку, а Андрей как раз отожмется. Четыре подхода, Андрей, спасибо. Да, поехали. А в нашем спектакле под названием «Вечерний эфир на теле» радиоканале «Страна FM» четвертый акт. И в главных ролях, как всегда, Майк Войс, Маша Новая и самый главный герой Андрей Крыжний. Поехали. Первый спектакль вот с такой киноматографической хлопушкой. Ну что ж, клуб «Белых кед» у нас объявляется открыто. Мы подбирали героя именно так. Маша сказала, раз ты сегодня в «Белых кедах», я в «Белых кедах», герой должен быть «Белых кед». Спасибо, что пришел ты. Иначе пришли бы отдеваться одному. Итак, вчера была у нас игра с бомбой, она очень понравилась, моя соведущая говорит, Миша, давай повторим с Андреем. Сказано, сделано. Надевай наушники, Андрей. Надевай наушники. И вообще, что... Ты все будешь слышать, давай. Слышишь нас? Слышишь нас? Прием, прием, как в космосе все хорошо. Получилось. Итак, у меня в руках бомба, ну, собственно, как и всегда, просто она лежала в кармане два месяца. И вот такие карточки со слогами. С этих слогов мы будем из этих слогов составлять слова, неважно, какая тематика слов. Любые слова, в любом месте слова должен был быть вот этот слог. У нас пойдет секундомер, он будет тикать, и, соответственно, бомбочка будет гулять по рукам. Сказал слово, передал бомбочку. Если у тебя осталась бомбочка в руках, ну что ж, дружок, ты проиграл. Вот так. А где они будут лежать? Я буду исполнять две роли. Поэтому мне сразу фора плюс два очка. Ну что, давайте сделаем тренировочный круг. Давайте, поехали. Давайте, поехали. Первый слог. Кин. Кино. Давай. Ну, давай. Ну, если у тебя такое твое любимое, ну, кин? Кин? А, да, да, да. Кин, да. Да, кин, да. А что, любое вообще садится? Любое. Что ты сказал? Покинул? А, покинул. Кинолента. Да нормально, давай дальше. Кинул? Я сказал, покинул! Видно, улетела твоя бомба! Подожди, я придумаю сейчас. Можно существительное и прилагательное? Любое, вообще, любое. Кин, да? А, киндер-сюрприз! Да! Михаил Дойт! Взрыв был? А взрыв был. А мы не слышали взрыва. А мы не слышали взрыва. Так, все все подлинные, это был тренировочный. Секундочку, скин это жестко. Пожалуйста. Дорогие друзья, секундомер Ил. Давай, поехали. Илюшин самолет такой. Давай. А вот прям слово написано. Вилка. А, вилка. Иллюминатор. Ил. Ну, Ил, болотный Ил. А, Ил, окей, вообще, да. Давай. Иллюстрация. О-хо-хо-хо-хо-хо. Илюля, жил. А, пил. Пил же, не было, он пил. А, киллер. О, я знаю. Давай. Ну, а-а-а-а-а. Так, по-другому есть, по-другому есть. Ну, тогда ты и начнешь. Так, секунду. Я быстро это уже было. Так сложно. Да, реально сложно, да. Готов? Да. Погнали, лос. О. Так я же начинаю. Начинаю. Говори. Лось. Лоск. А, лосница. Волос. А, лос. Лос. А, лос. Почему я не могу вспомнить этого слова? Приски лос. Волос. Волос был? Был. Ага. Колос. Жилос. Что за жилос? А почему нет? Жилос. 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 Хорошо. Так, друзья, давай решающий рамп. Решающий. Готовы? Тебя важно что-то. А что решающий? А у нас еще, знаешь, что предстоит. Давай, давай, давай. Хорошо, поехали. Готовы? Да, поехали быстро. Лов. Лов. О, боже мой. У тебя все одинаково начинаются. Ловысь. Чиф. Ловысь. Есть такая швачка. Лаванда. Лова? Она лаванда. Она лаванда. Ловэха. Скажи ловэха и передай. Лавэ, лавэ. Нет, лавэ что-то. Ловкач. Уже был ловкач? Был ловкач. Да не будем тебя бушать. Ловушка. 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 Андрюха, на пятерину. Есть. Это была тактика Миши, я называю. Когда ждешь, выжидаешь. Все, присаживайся. Друзья, спасибо за бомбический конкурс. У меня болят от смеха голова. Болят от смеха голова. Болят от смеха голова. И сразу все, слова уже все не сочетаются в предложении. Да. Андрей, ну скажи, пожалуйста, тебе все-таки ближе театр или же кино, полный метр или сериалы? Полный метр. Полный метр, конечно, всегда ближе. Всегда ближе? Всем. Самый близкий к сердцу. Нет, на самом деле театр, театр был ближе всегда. Я вообще поступал, ходил в театр пойти изначально. Вот. Но так вышло, что я попал в кино. Сейчас хочу в театр, но театр это надо посвящать ему жизнь, надо служить, как говорится, театру в любом случае. Вот. И это небольшие деньги, но надо быть там. Но это кайфы. Это очень круто. Ну это живое, вот этот взгляд, понимаешь? Да, это очень круто, это кайфово. Но, блин, вот не могу я пока себя заставить сказать, все, я должен посвятить свою жизнь. Подожди, а почему посвятить? То есть, если ты служишь театру, то ты не можешь параллельно сниматься ни в какой картине? Нет, в хороших театрах тебя не отпускают. А, это сложно совмещать, да? Тебя даже не отпускают. Либо ты, ну, все равно в любом случае, постоянная репетиция, ты должен быть там. Ты заменяешь свою жизнь театром, это 100%. Ну, там, не знаю, 60% жизни это будет театр. Смотри, резкий поворот на грунтовую дорогу с нашего шоссе, а ты же диджеил еще, если я не путаю. Из внутренних источников я знаю такую информацию. Я диджею, на самом деле, но у нас это единственное, ну, я сейчас езжу редко, потому что мне это не очень нравится, типа, но это единственный способ у нас заработать, друзья, актерам, потому что у нас нет роялти. Вот если бы у нас были роялти, это во всем мире, отчисления за показ фильма, у нас бы не было бы, потому что я знаю очень многих диджеев, профессионалов действительно крутых. Понятно, все недовольны, что вот все там актеры идут диджеи. Да, да, да. Ну, ясно, что все недовольны, но куда деваться-то, что делать-то, заработать деньги-то как-то надо. Вот на этом моменте мы начнем наш блиц-опрос. Давай быстренько блиц-опрос, да, надо быстро отвечать. Думать не надо, ну, собственно, как всегда, для меня самое важное в жизни? Кино. Идти по жизни с юмором это? Не париться. Если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? Был бы на дуэли. А 3018? Я бы летал бы по космосу. Когда я буду таким же креативным, умным, но уже старым, я скажу своим праправнукам. Учитесь. Учение с сэр. Если бы не юмор, я, Андрей Крыжний, сейчас бы... Заработал большие деньги. Друзья, вот на этой оптимистичной ноте мы и заканчиваем. Друзья, спасибо огромное. Андрей, тебе спасибо, что ты к нам пришел. Наши зрители, слушатели, вам тоже. Мы переходим в следующий час. Прилетелось бы в целом, человек. Все, увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok